Время работы с тонкими телами, вместе с ее тонкой копией, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Подожди секунду. У нее тонкая копия вышла, и она как какой-то шкаф вынесла. То есть это какие-то ограничения вокруг физического биоробота. И сама она как накидка какая-то. Этот шкаф стоит рядом с ней. Хорошо. Уменьшай этот шкаф, беру его в сетку в нашу и вместе с гуной и этим шкафом поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Ее как приземлили. На ней накидка вот эта, как будто к полу прибита, чтобы она никуда не развивалась. Сейчас разберемся. Мы на месте. Хорошо. Отправляйся в шкаф и в клетку-тюрьму. Мы приветствуем Гуну. Интересуемся, готов ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе наперед сеанса? Она в этой накидке. Причем эта накидка, она очень плотно натянута, чтобы движение ограничено. Она руки поднимает, показывает себя. Хорошо. Сейчас все уберем. Скэнер, просканируй Гуну. Отключи эту накидку вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Подсвечивай их. Они активируются. Выводи это все из биополи и как все выйдет, отправляй в клетку-тюрьму. Готово. Так вам так лучше, Гуна? Да, так просторно. Давно себя не чувствовала. Так она очень грустная. Что случилось? Вы в курсе? Откуда этот шкаф? Откуда эта накидка у вас? Я не в курсе, но я привыкла уже так жить. Не надо так с этим, к этому привыкать. Сегодня разберемся, накажем ответственных. Все будет нормально. Найдем причины, найдем ошибки, возможно и ваши ошибки. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Гуны под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Гуны. Находит все. Выстраиваю прямые каналы от шкафа и этой накидки к ответственным, кто их установил. И притягиваю всех в клетку-тюрьму. Мои заложники. Она плачет. Она говорит, я устала быть везде виноватой. Разберемся. Значит, у нее вышел демон. Да, демон. Какой демон? Джин, 12, 27, 81. Хамелеон. Хамелеон. И он меняет цвета. Он как маленький становится. Маленький, серенький. Потом резко зажимается. Вот таким я его оставляю. Маленьким и сереньким. Забираю хамелеоны цвета. Он хочет расправиться. Не сможешь ты расправиться. Ты мне будешь устраивать здесь представление, хамелеон. Ты не туда попал. Здесь очень просто решаются вопросы. И так далее. Кто у нас? Демон, Джин, хамелеон. Дальше. Дальше гуманоид. Вот. Уже интереснее. Гуманоид. Хорошо. И все. Итак. Пока. Притяни кого-нибудь к гуманоиду. Конечно. Сейчас я проверю. Снимаются маски и голограммы. Все присутствующие в комнате диагностики в клетке. Выстраивают гуманоида каналы к ответственным. Притягив всех ответственных с ним связанных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Ящер есть. Отлично. Снимаются маски и голограммы. Ящер предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает ящер канал. Если он с кем-то связан, притягив всех ответственных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Нет. Он с гуманоидом связан. Он уже в клетке. Хамелеон, ты понял свой урок? Понял. Возвращаем его цвета, он может принять любой размер. Итак, у нас демон, джин, хамелеон, гуманоид и ящер. Какой ящер, Вера? 106. Удивлен. И откуда гуманоид? Ящер говорит, что он тоже хочет иметь рабов. Серьезно, хорошее у тебя желание, конечно, ящер. Итак, гуманоид, откуда у нас? Ута. Сколько ящер с гуманоидом находились в этом биополе? 13 идет цифра. 13 что? Лет. 13 лет. У кого из присутствующих есть контракт с гуной? Сагорается маячки над клеткой ответственных. Гуманоид. Хорошо, гуманоид. Первое предупреждение, второго уже не будет. На второе предупреждение я достаю шар живой плазмы. Шар живой плазмы появляется в моих руках. Я тебе его засуну в рот, гуманоид, если ты еще раз попытаешься мне не ответить на мой вопрос. Тебе понятно? Понятно. Убираю шар, входит в меня. Контракт. Записал. У кого еще есть контракт? Демон, у тебя есть контракт, у Джина есть контракт? Нет. Нет контракта. Хорошо, начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать другие вопросы, вы будете на них отвечать. Перед реверсом энергии, скэнер, дай мне полноту души, гуны, на настоящий момент. 93. 93%. 7% не хватает. Будем разбираться. Даю команду тонкой копии гуны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродность и энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю прямые каналы к шкафу и накидке. И гуна реверсом отдает все негативные патогены, что она получила от них. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился хамелеон в этом биополе? 3 года. Сколько находился джин в этом биополе? 2 года. Демон, сколько ты находился в этом биополе? Год и 2 месяца. Кто из вас присутствует в квартире, где живет гуна? В доме? Нет, дом у нас, да. Итак. У демона на улице есть подключки, порталами он на улице пользуется. В доме он говорит, что есть свой демон. Джин присутствует в доме. Хорошо. Еще кто? Гуманоид, есть твои платы, ящер? Нет. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Гуна забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает гуна себя обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз забираешь шкафы этой накидки, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте гуны находится мощным потоком, пошло назад. Следующий вопрос. Кто из вас подключен к детям гуны? Никто. Гуманоид, ответь мне на вопрос. Откуда у детей был страх? Ты ответственна за этот страх? Дети от матери зависят, а у нее нет воли. Хорошо. Она сама в страхах. Демон, твоя работа со страхами или кто ей страхи эти давал? Не ты ли 13 лет сидел, гуманоид? Он показывает демон на канал и возвращается воля от ключик гуни. Не понял сейчас. Гуни возвращается воли? В воли. Воля. Хорошо, я просто не расслышал акустически. Закончился реверс. Значит, воля была подавлена. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Перед этим проверим. Скэнер, дай мне полноту души гуны на настоящий момент. 98. 2% не хватает. В контракте находится 98. Начинаем с вытаскивания. Итак, гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось еще, чтобы не вытащили? Есть. Выходить тебе не надо. Что он установил? Подсвечивается. На спине плата, от плеч вниз, по шее. Хорошо, скэнер, просканируй эту плату. В следующий раз ты ее находишь. Выходить тебе не надо. Вытаскивай все свои подключки. Отключайся полностью. Доклады о готовности к проверке. Приступай. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит в этой клетке по каналам. Готов. Плата вышла. Хорошо. Плата вышла. Отправляю плату в соседнюю клетку. Выстраиваю прямой канал от гуны к этой плате. Она реверсом отдает весь негатив, что она получила от этой платы. Мощным потоком пошло назад. Что идет? Боли у нее. Боли. Позвоночник, шея. Вот. Хорошо. Все. Возвращаем назад. Она как в одной зафиксирована. В одном положении шеи. Кто это делал над клеткой ответственным? Загорается маячок. Это в плату возвращается. Кто возвращал? Плата гуманоида удерживала. Плата гуманоида. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса гуна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает гуна себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Забираем частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что осталось на чистоте гуны в этой плате, мощным потоком пошли назад. Гуманоид, на каком основании ты причинял душе такую боль на физическом плане? Все происходило постепенно, как таковой боли она не чувствовала. Она просто погружалась в рутину, что и было условиям контракта. Не было много желаний. А какие условия контракта? Почти все я выполнил. Хорошо. Какие условия контракта были и какие желания ты выполнял? Семья, дети, развитие, продвижение. А забрал что? Энергия жизненная. Хорошо. Часть души. Гуна, вы знаете о таком контракте, который вы заключили с гуманоидом на эти все ваши желания? Нет, я вообще не знаю, кто это. Гуманоид, а как так получилось, что она даже не знает о твоем существовании? Как ты заключил? Ты что, предстал ей гуманоидом? Или ты предстал ей старцем, с белой бородой, ангелом? Кем ты предстал? Ни тем, ни другим. Ваши мольбы были удовлетворены. То есть запрос был послан без конкретного адресата? Был просто в космос. Вы выплескиваете свои энергии и желания, и не понимаете, что они достигают определенных целей в нашем лице. Еще раз я повторю свой вопрос. Ты услышал ее просьбы и подключился к этому каналу. Правильно я понял? Да. Потому что канал был подключен... Вернее, запрос был направлен в никуда. Правильно? Запрос был направлен на определенные уровни, где мы находимся. Хорошо. Я не знаю, Гуна, как вы это делали, но вы достигли этих уровней, на которых находятся гуманоиды. Итак, ждем окончания реверса. Закончился. Хамелеон, выходи. Вытаскивай свое гнездо. Ты в сердечной чакре сидел? Да. Вытаскивай свое гнездо, все свои энергии, отключайся. Как ты воздействовал на нее? Скреп. Скреп. Понимание того, что она что-то упускает, где-то неправа. И вот эти все энергии он кушает. Энергии переживания. Хорошо, Гуна, вы услышали. Я думаю, эти симптомы вам знакомы. Ну, все снял. Джины, выходить не надо, втягивайся, всю пыль, все свои подключки, отключайся полностью. Приступай. Готово. Хорошо, очередь демона. Демон, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Гуны? Плечи и сердце, затемнение есть. Сердце хамелеон, плечи, это скорее всего было связано с этой платой на спине, да? Да, она как на физическом плане, как и на моральном. Груз у нее, постоянный груз, забота. Хорошо, выходи демон, снимай сначала все подключки свои. Ты хочешь получить эти лярвы? Хочу, конечно. Закончишь, дашь мне команду, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду, можешь их забрать. Приступай. Ну, у него сапожки, снял сапожки. Хорошо, разрешаете забрать эти лярвы, снимай все, возвращайся назад. Эльярвы, это затемнение, как такой темный туман. Ну, это вопрос времени, пока они не стали черными лярвами. Со временем, с таким воздействием это гарантировано. Все снял. Рассинхронизацию мы сделать не сможем, так как существует контракт. Гуна, контракт существует, вы готовы его расторгнуть? Да, конечно, любой контракт. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Гуна приняла решение взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Я говорю вслух, я тонкая копия повторяет за мной. Я. Всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня вышел контракт, он таким металлическим каким-то цветом. Пусть повторяет за мной. Внутрия властью моего суверенного я, я объявляю, что законы свободы воли души и законы права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. Там эти 2% и сидят души. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора вместе с отработанными уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяем. Готово. Сканер, дай мне полноту души. Сколько? Сто. Сто процентов. Отлично. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию гуны с демоном, джином, хамелеоном, гуманоидом, ящером и всеми их артефактами. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Она говорит, ох, сколько на себя насобирала, забыла о легкости. Кончилась рассинхронизация. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Подхожу к гуне, помогая моей энергией отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Итак, все прошли проверку. Хамелеон, ты больше не придешь в это биополе. Я надеюсь, тебе сейчас понятно стало, да? Ну, понятно. Мне неприятно здесь находиться. Очень хорошо, очень хорошо. Вы выпущу тебя сейчас. Открывается портал против часовой стрелки на частоте хамелеона наверху. 1, 2, 3. И хамелеон уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Джин и Демон, вы присутствуете в квартире. Я сейчас открою портал, вы оба пойдете в квартиру, соберете все, что там осталось. Демон на земельном участке. Я могу ему, он мне покажет еще все порталы, там, где он находится. Я их закрою. После этого я могу собрать демона еще негатив в дорогу. Все понятно? Понятно. Открывается портал в дом Гуны. 1, 2, 3. И Демон с Джином уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь ящер 106 и гуманоид Уты с контрактом. 13 лет оба находились в биополе. Вернул я 7% души. Забираем. Благодарю. Подключки уничтожайте. Открывая воронку в галактическое дропа, этим шкафом и накидкой, все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Еще плата здесь. И плата уходит в этот же портал. Открываю воронку и она улетает. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Хорошо, Гуна. Мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? Я очень изменилась. Посмотрите, сколько у меня энергии. Ко мне вернулось счастье, радость, любовь. Именно это я должна нести в мир. Это я должна дарить своим детям улыбку, радость, счастье и любовь, спокойствие. Почему-то я забыла об этом. Хорошо. Мы вам напомним. Ограничила себя. Вам помогли забыть об этом, поэтому все это сейчас, этого нет. Следуйте своим планам, вы все правильно видите и все правильно сказали. Я вернулась сама к себе. Абсолютно верно. Это правильное выражение. Абсолютно верно. Продолжение следует...